Здравствуйте, друзья! Мы начинаем очередное занятие нашего математического кружка. Веду я это занятие. Зовут меня Борис Ильич Вальцон. Я сотрудник издательства учебной литературы «Легион». Находится это издательство «Простое». В этом издательстве выходили и мои учебные пособия по математике. И мы снова сегодня отправляемся с вами в страну математики. В этой стране живут удивительные создатели. Это числа. Причем среди этих чисел есть числа великана и есть числа велепуты. Если вы уже читали книжку Джонатана Свифта о путешествиях Ленуэля в Гулливер, то вы знаете, что он попадал в своих странствах в страну велепутов, крошечных человечков и страну великанов, людей-гигантов. Но то же самое есть и в нашей стране, стране математики. Там тоже есть числа великана и есть числа велепуты. Откуда берутся числа великанов? Ну, многие из них возникают, когда мы начинаем измерять расстояние в космосе. Вот если мы хотим измерить расстояние от нашей планеты Земли до Солнца, то окажется, что это расстояние равно 150 миллионам километров. 150 миллионов километров. Это огромное расстояние. Но на самом деле оно не столь уж и велико, как может показаться. Потому что расстояние до самой близкой к нам звезды, эта звезда называется Проксима, в переводе с греческого Проксима, это ближайшая. Так вот, эта якобы ближайшая к нам звезда, тем не менее, находится от нас на гигантском расстоянии, которое измеряется в специальных единицах, называемых световыми годами. Световой год – это не единица времени, хотя там и звучит слово год. Это расстояние, которое луч света проходит за год. Каково же это расстояние? Ну вот смотрите, известно, что скорость света равняется 300 тысяч километров за одну секунду. Каждую секунду свет пролетает 300 тысяч километров. Представьте себе, вокруг Земли, чтобы объехать, нужно преодолеть 40 тысяч километров. А это расстояние в 7,5 раз больше. То есть свет за одну секунду может в 7,5 раз облететь вокруг Земли. Так вот, двигается в такой скорости, какое расстояние свет преодолеет за год. А давайте посчитать. Мы должны для этого 300 тысяч километров в секунду умножить на количество секунд в году. Ну давайте попробуем это сделать. Я пишу. 300 тысяч – это скорость света километров в секунду. А скорость – это секунду в году. Ну давайте посчитаем. В году примерно 365 суток. Значит, умножаем на 365. В каждой сутке 24 часа. Значит, если мы хотим узнать, сколько часов в году, нам количество суток нужно умножить на 24. Но ведь нам нужно не часы, а секунды. Тогда мы вспоминаем, что в каждом части 60 минут. И умножаем это число на 60. А в каждой минуте 60 секунд. И вот когда мы умножим еще на 60, то мы получим искомое число. Я не буду называть вам это огромное число. Я думаю, что вы сумеете вычислить его сами. И это такое вот несложное домашнее задание. Есть в космосе и гораздо большее расстояние. И для них даже световой год, недостаточно большая единица измерения, используют другую, еще большую единицу, которая называется парсек, и которая составляет примерно 3,5 светового года. Представляете, какое это огромное расстояние. А про световые года хочу вам сказать вот что. Очень удобно измерять в них расстояние, потому что мы знаем, свет от этого объекта приходит к нам именно за такое время. И значит, если до Проксины Центавра расстояние составляет 3,5 световых года, то свет к нам от этой звезды долетает за 3,5 года. И когда астрономы в телескоп смотрят на эту звезду, они видят вовсе не ее. Они видят ту звезду, которая Проксина Центавра была 3,5 года назад. А ведь в космосе есть такие объекты, которые находятся в тысячах, миллионах и даже миллиардах световых. Некоторые из этих звезд давно богатся. И хотя мы их видим, но на самом деле их уже давно не существует. Но когда мы говорим об очень больших числах, то нам вовсе не обязательно отправляться в космос. Мы можем поехать в Индию. Там примерно тысячу лет назад была изобретена замечательная игра. Шахматные фигурки расставляются на расчерченной в клеточку доске 8 на 8 клеточек. Всего их 64. И есть такая легенда, что тот человек, который изобрел шахматы, он принес свою игру в подарок оранжировки. А расчерк, король местный, решил его все-таки тем или менее наградить. И сказал, проси меня, что хочешь. И тогда этот человек сказал, мне много не надо. Я прошу, чтобы ты мне дал немного зерна. На первую клеточку моей шахматной доски, ты должен положить одно зернышко. На вторую два зернышка. На третью четыре. То есть на каждую следующую клеточку в два раза больше. Ну, Раджа подумал, что это совсем немного зерна. Но он глубоко заблуждался. Потому что легко посчитать, что нам приходится умножать на два 64 раза. То есть взять произведение единицы на 63 двойки всего этой клеточек. 64 мы начинаем со второй, умножаем на два. И получается огромное число зернышек, которые будут лежать только на одной последней клеточке. А если мы учтем, что ведь будут лежать зерна всего лишь в два раза меньше на предыдущей. Еще всего лишь в два раза меньше на 62-й клеточке. То это гигантское количество, которое значительно превышает урожай зерна на земле. Которое даже сейчас собирают люди. Вот вам еще одно задание. Посчитать, сколько зернышек должно было бы лежать на последней клеточке шапматной доски. И если предположить, что одно зернышко весит один грамм. То каков вес этого количества зерна в тонах? Большие числа нужно как-то записывать. Древние греки для записи чисел использовали буквы греческого алфавита. А самое большое число, которое они использовали, они называли гугол. У меня это слово написано на доске. Это число, если его записывать нашими цифрами, записывалось как единица, после которой стоит 100 нулей. Ну, понятно, что на самом деле это число не может быть самым большим. Потому что самого большого числа в принципе не существует. Мы всегда можем прибавить к этому числу еще одну единицу, потом еще одну единицу и так далее. И будет получаться все больше и больше числа. Но интересно больше. Вы с этим названием сталкиваетесь постоянно. Сейчас есть такая корпорация международная, но базируется она в Соединенных Штатах Америки. Которая называется гугл. Так вот, создатели корпорации назвали как раз в честь этого числа. Но они пропустили ошибку. Они вместо гугол написали гугл. Пропустили букву О. Тем не менее, они все время нам напоминают об огромном числе, которое использовали древние великие. А кроме чисел Геда, чисел Великана, есть и числа очень маленькие. Числа Лилипутин. Когда мы какой-нибудь предмет ломаем пополам, то у нас получается две половинки. Слово половина, обозначающее результат деления на две части, целое, есть практически в каждом языке. Скажем, в английском языке тоже есть слово половина, half. Если они хотят сказать половина второго, они говорят половина после одного, half past one. Но, тем не менее, для того, чтобы записать это математически, мы используем другие числа, которые называются дробями. Как записываются дроби? Вот одна, вторая. Это как раз и есть половина. Мы одну целую разделили на две равные части. Если мы делим не на две части, а, например, на четыре части, то у нас получается каждая часть одна четвертая. И очевидно, что четвертушка меньше, чем половинки. На четвертушек мы можем взять не одну, а больше. Например, три четвертых части. Что означает дробь три четвертых? Что мы целое разделили на четыре равных части и взяли три таких части. Дроби появились очень давно. Уже у первых египтян были дроби. Однако они не использовали вот такую двухэтажную конструкцию, как это делаем мы. А они записывали дроби, у которых числитель всегда равен единице. И поэтому числителем писать не надо было, он и так был известен, это единица. А записывали только знаменатель дроби. Но как тем не менее представить дробь, которая составляет, ну, например, три четвертых части? Вот три четвертых части, они могли бы записать так. Три четвертых – это сумма двух дробей. Одна вторая и одна четвертая. Самая половинка состоит из двух четвертушек. И еще одна четвертушка, как раз три четвертых. А, например, большую дробь, девятнадцать двадцатых, Ее в тяне представляют, как сумму трех дробей с числителем единица. Это одна вторая, одна четвертая и одна пятая. Я предлагаю вам самостоятельно, и это еще одно домашнее задание, убедиться, что девятнадцать двадцатых действительно равняется сумме таких тропей, числителем которых равен единице. Ну, а теперь мы продолжаем путешествие по стране математики, и там живут не только числа и фигуры, но там живут еще и люди-математики. А люди-математики, которые погружены в свои математические расчеты, они в обычной жизни бывают очень рассеянными. И вот один такой рассеянный математик однажды собрался в путешествие. Ехать он должен был на поезде, но на вокзал ему надо было добираться на автобусе. Он знал, что номер автобуса состоит из трех цифр. Один, два и три. Но он не помнил, в каком порядке берутся эти цифры. И когда подошел автобус, ну, например, двести тридцать первый автобус, двойка, тройка, единица, все три цифры мы использовали. Он съел этот автобус и заехал совсем в другой конец города. Оттуда он может пришлось до вокзала добираться на такси, он опоздал на поезд, пришлось сдавать билет, покупать новый. Но это совсем другая история. А я хотел, чтобы мы с вами сейчас посчитали, какое общее количество трехзначных номеров автобуса можно составить из цифр 1, 2 и 3. Ну, давайте прикинем. Номер автобуса состоит из трех цифр 1, 2 и 3, которые взяты в любом порядке. Какой может быть первая цифра? Да любая. Это может быть единица, может быть двойка и может быть тройка. Если первая цифра единицы, то какой может быть вторая цифра? Это может быть двойка, а может быть тройка. Если первая цифра два, то какой может быть вторая цифра? Это может быть единица, а может быть тройка. Если первая цифра 3, то вторая цифра это или 1, или 2. А теперь третья цифра подбирается легко. Если первая цифра 1 и 2, то третья цифра 3. Если 1 и 3, то 2. Если 2 и 1, то 3. Если 2 и 3, то 1. Если 3 и 1, то 2. И если 3 и 2, то 1. Сколько всего номеров у нас получилось? Раз, два, три, четыре, пять и шесть. То есть, шесть различных маршрутов могли бы иметь номера, состоящие из цифр 1, 2 и 3. И, конечно, ничего удивительного, что рассеянный математик сел не на тот автобус. Но, все хорошо, что хорошо качается. Он сдал билет, купил новый билет и поехал на поезде. И вот едет он на поезде. И скучно ему стало. Стоит он и смотрит коридор на мелькающие мимо телеграфные столбы. А он знал, что расстояние между двумя столбами составляет ровно 50 метров. И вот этот математик решил сосчитать, какова же скорость поезда. Он посмотрел на часы, заметил время и посчитал, сколько столбов промелькнуло перед ним за одну минуту. Перед ним промелькнул 21 столб. Расстояние между столбами 50 метров, а в часе, как мы знаем, сколько минут, только что говорили об этом, 60 минут. Что же он сделал? Он 50 метров умножил на какое количество? На 21? На количество столбов, которые промелькнули? Почему-то рассеянный математик, в данном случае он ошибки не допустил, стал умножать 50 не на 21, а только на 20, чтобы узнать, какое расстояние поезд проезжает за минуту. Почему это так? А вот посмотрите, если у нас всего 5 столбов, раз, два, три, четыре, пять, то между пятью столбами сколько промежутков по 50 метров? Один, два, три, четыре. То есть последний столб не считается, он не создает нового промежутка. Поэтому нам надо взять не 21 столб, а на один меньше, столько промежутков по 50 метров в углу. Ну а 50 умножить на 20, это получается 1000 метров в минуту, или 1 километр в минуту. А за час, в котором 60 минут, сколько проедет поезд? Правильно, ровно 60 километров. И значит, скорость этого поезда 60 километров в час. Вот что выяснил математика. Ну, на этом наше занятие сегодня мы заканчиваем. И, как всегда, к этому занятию прилагается задание, которое будет на отдельном месте. Вы сможете прочесть задачи, которые я хотел, чтобы вы решили к следующему занятию. И выполнить их с помощью вашего учителя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова